Сегодня мы с вами поговорим об очень жарком тренде 2017 года на какие-то цветные волосы. Причем волосы в последнее время я замечаю не каких-то ярких оттенков, а таких немножко как подмытых в кавычках, пастельных оттенков сладкой ваты. И наблюдаю я это абсолютно везде, как в интернете, так и на звездах, так просто и на каких-то посторонних людях на улице, поэтому тренд действительно очень большой. Но если вы такая же тоже трусиха, как и я, и пока еще не готовы попрощаться со своим более спокойным цветом волос, но все-таки вам хочется понять, для вас этот тренд или нет, как вариант можно, как и я, начать с парика. Я сегодня хочу вам показать парик, который я использовала в очень крутой фотосессии. Как по мне, снимки получились просто изумительными. Я попробовала как-нибудь с этим цветом и одновременно получила просто потрясающие фотографии, очень они мне нравятся. И сегодня как раз в видео я вам покажу, как я обыграла эти волосы, как я подготовилась к этой фотосессии, покажу вам макияж, который я сделала. Давайте начнем, наверное, с парика. У меня это парик от компании Everhair, и у них на сайте очень много вариантов абсолютно разнообразной длины, разнообразных оттенков я выбрала себе вот такой вот розовый с черными корнями. Парик приходит вот в такой вот защитной сеточке. Кстати, все парики абсолютно из синтетических волос, что плюс для тех, кто обрезгует натуральными волосами в париках. Но в то же время эти синтетические волосы термоустойчивы, то есть вы можете их распрямлять, вы можете их завивать, делать все, что вам только угодно с ними, менять прическу, скажем так, укладку делать им. Я эти волосы сразу распрямила, они сейчас немножко такие подуставшие после фотосессии. Когда они только ко мне пришли, они были с такой немножко стрёмной укладкой, вообще страшной, поэтому я сразу взяла утюжок и распрямила их. При этом волосы абсолютно никак не пострадали и даже лучше стали выглядеть. Также в комплекте вы получаете две шапочки для того, чтобы прятать свои собственные волосы. И также я здесь уже обрезала вот эту сетку, которая идет по линии роста волос. Ее нужно обрезать по своей линии роста волос, чтобы не было ощущения, что вы в шапке сидите или в шлеме. И максимально натурально это все выглядело. Парик это достаточно дорогой, но в то же время в ценовой политике окрашивание в качественном салоне, то есть если вы хотите полностью поменять вот что-то такое, как у меня, на вот такое вот, как вот в этом парике. Если вы этим париком заинтересовались, я вам, конечно, всю информацию оставлю в описании под видео. Я конкретно для себя этот парик не рассматриваю как вариант, чтобы действительно носить его, да, выходить куда-то с ним, гулять там с ним. Я его рассматриваю сугубо как реквизит, например, к той же фотосессии. Если вы фотографией занимаетесь профессионально, то как вариант можно обзавестись таким реквизитом, потому что получаются действительно очень креативные фотографии, которые 100% будут нравиться людям. Ну а сейчас давайте перейдем ко второй части этого видео. Я вам покажу, как я обыграла этот парик. Я решила все сделать в родственных оттенках, то есть я выбрала тоже холодный фон, такой же яркий и приблизительно такой же насыщенности, как и волосы. И макияж я тоже сделала вот такой вот розово-черный, так же, как и парик. Платье я тоже надела черное, чтобы все сочеталось и не выбивалось из общей цветовой гаммы. Но перед тем, как мы с вами перейдем к макияжу, к этой фотосессии, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. И, в общем-то, сделайте это сейчас, и давайте переходить уже к макияжу. Я уже подготовила свое веко к нанесению теней. Изначально нанесла на все подвижное и неподвижное веко базу от Maybelline, Color Tattoo, оттенок Creme de Rose, и закрепила это все светло-розовым оттенком матовых теней. Теперь самое время построить форму в макияже. Первый оттенок, который я возьму, называется MFEO из палетки Jaclyn Hill и Morphe. И этот оттенок я начинаю наносить с внешнего уголка глаза, после чего поднимаюсь выше в складку и даже выше складки и прохожусь им практически до брови. Прелесть таких оттенков заключается в том, что их практически не видно на коже, когда вы их наносите, но потом, когда будут намного более темные оттенки теней, то они будут создавать красивый градиент, поэтому не пропускайте эти оттенки. Изначально, пускай даже вроде как нет смысла их наносить, но на самом деле есть. Следом я возьму оттенок Puder из той же палетки, и принцип нанесения очень похож. Основное пятно ставлю во внешнем уголке глаза и потом поднимаюсь выше. Обязательно следите за вашей формой, периодически проверяйте, что у вас получается, то есть растушевка у вас должна быть сразу красивой, не оставляйте пятен, и периодически проверяйте, как строится ваш макияж. В правильной вы форме его делаете или не в правильной, чтобы сразу немножко подправить в случае надобности. У меня уже есть видео о том, как правильно растушевывать тени. Если вы еще до сих пор новичок в этом вопросе, то советую вам посмотреть это видео. Следующий оттенок, который я возьму, называется Hans, и он очень сильно добавит остроты этому макияжу. Принципом нанесения я снова вас здесь не удивлю, то есть принцип нанесения у меня практически никогда не меняется. Я всегда начинаю с внешнего уголка глаза. Если мы говорим именно о классической растушевке, там, где затемнен внешний уголок глаза, то всегда я начинаю растушевку именно с этой части подвижного века и потом поднимаюсь выше и выше. В следующем возьму оттенок Jax, все из той же палетки, и я его буду наносить больше все же на подвижное веко. Вот так вот, легкими движениями. Потому что этот оттенок очень бордовый, прям очень насыщенный. И с ним нужно осторожно. И втушевывать его нужно в остальные оттенки хорошо, для того, чтобы добавить глубины, а не красноты. Теперь мы пойдем на максимальное затемнение. Я возьму черный матовый оттенок Abyss из той же палетки. И этот оттенок я вот так вот плоской кистью наношу похлопывающими движениями по диагонали. И потом слегка начинаю его дублировать в складке, когда уже практически ничего на кисти не осталось. То есть легкий намек на черный оттенок только у меня. И я вот таким вот образом начинаю подниматься, чтобы когда я смотрю прямо, у меня здесь своеобразная как стрелочка вырисовывалась. То есть вот эта часть, включительно с неподвижным веком, была затемнена. Ну и, конечно, куда же без растушевки. Снова беру ту же кисть растушевочную. И прохожусь по этому черному оттенку, чтобы он не был жестким. И, кстати, никогда не набирайте черный оттенок плотно на кисть. Возьмите минимальное количество, которое вы только можете набрать. Потому что всегда легко добавить, но убрать черный оттенок без последствий это практически невозможно. На этом этапе должно получиться что-то вроде этого. Теперь переходим к центру века. На центр я буду наносить металлический бордовый оттенок, который называется Cran Apple. Сразу растушевываю немножко его с черным, но не сильно. Пока просто сосредотачиваюсь на том, чтобы плотное нанесение у меня получилось. И внутренний уголок глаза оставляю открытым. Вот приблизительно как-то так. Теперь переходим к внутреннему уголку. Для внутреннего уголка я возьму тоже металлический оттенок, но уже розового. И он скорее такой вот розово-золотой. Это оттенок сысый из той же палетки. На веки этот оттенок выглядит намного более золотым, чем розовым, но золото вот с такими вот оттенками бордового очень выигрышно смотрится. Сразу, знаете, так дуновение арабского макияжа почувствовала на себе. Для жгучих брюнеток тоже потрясающий вариант макияжа. После нанесения всех этих оттенков не забудьте растушевать все границы, то есть между вот этим золотым и бордовым, между бордовым и черным, а также границы, которые у нас формируются вот так вот по окружности нашей тушевки. Тоже пройтись нужно кистью. Я ничего больше не наношу, то есть на ней просто остатки теней, которые мы использовали до этого. И вот так вот совсем слегка прохожусь по границе для того, чтобы смягчить все линии нанесения. Теперь переходим к нижнему веку. Здесь по очереди я буду использовать практически все матовые оттенки, которые мы использовали на верхнем веке, за исключением оттенка Jax, который самый такой насыщенный бордовый из них. Все по очереди просто буду наносить кистью карандаш. Последний черный оттенок я еще набрала на маленькую кисть и вот так вот соединяю верхнее и нижнее века и растушевываю в обе стороны. В таком насыщенном макияже тушевка это на самом деле самое важное, что может быть, поэтому лучше работайте очень тонкими слоями, не пытайтесь сразу на кисть много нанести и сразу добиться вот такого вот темного оттенка, потому что вы помните, что я начинала с очень светлого оттенка, который практически не видно на веки и постепенно дошла до вот такой вот глубины. На этом этапе мне осталось только обильно накрасить ресницы, также я буду клеить накладные ресницы на внешние уголки глаз и как только я это сделаю, сразу вернусь к вам для демонстрации финального результата. Ресницы я наклеила и макияж на этом полностью завершен. Что же касается макияжа лица, то я решила не включать его в это видео, потому что я относительно недавно делала видео с макияжем лица, я вам оставлю на него ссылку, то есть если вы хотите посмотреть, он грубо говоря на 99% повторяет тот макияж, который я для этой фотосессии делала. Что касается губ, то мне кажется вот здесь я как раз хочу остановиться, потому что конкретно под этот парик я подобрала просто идеальную помаду, которая в итоге была тон в тон и очень красиво сочеталась с этими волосами. И я конкретно сейчас говорю о помаде от YSL, это ружь валют, первый оттенок, потрясающе просто смотрелось вместе с волосами, очень гармонично, очень в стиле такой вот сладкой ваты. На этом видео я собственно буду заканчивать, я очень надеюсь, что вам оно понравилось, если так и было, конечно же ставьте палец вверх, перед тем как вы закроете это видео не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео.